Во имя Отца И Сына, И Святаго Духа. Аминь. Житие, подвиги и страдания Святого Славного и Всехвального Верховного Апостола Павла. Святой Апостол Павел прежде апостольства назывался Саввл, по происхождению был еврей от племени Вениаминова. Родился он в Тарси-Киликийском, от родителей знатных, живших прежде в Риме, потом переселившихся в Тарский-Киликийский с почетным званием римских граждан, поэтому и Павел назывался римским гражданином. Он приходился с родником, святому первомученику Стефану, и, вероятно, вместе с ним послан был родителями в Иерусалим для изучения Моисеева закона. Там он был в числе учеников славного в Иерусалиме учителя Гамалиила. Товарищем по учению и другом его был Варнава, ставший потом апостолом Христовым. Саввл основательно изучил закон отцов, сделался великим приверженцем его и присоединился к партии фарисеев, строгих ревнителей всего отечественного и наружно благочестивых. В то время в Иерусалиме и в окрестных городах и странах святые апостолы распространяли благовестие Христова. Причем у них часто происходили долгие споры с фарисеями и саддукеями, отвергавшими предания и не верившими в бессмертие души, и со всеми книжниками и законоучителями иудейскими, которые постоянно ненавидели и преследовали проповедников Христовых. Ненавидел святых апостолов и Савву и даже слушать не хотел той проповеди о Христе, издевался над Варнавой, уже ставшим апостолом Христовым, и произносил хулу на Господа Христа. А когда святой первомученик Стефан был побиваем камнями от иудеев, Саввл не только не сожалел о родной ему крови, невинно проливаемой, но и одобрял убийство и сторожил одежды иудеев, поражавших Стефана. После того, испросив себе полномочия от архиереев и старейшин иудейских, он с еще большей яростью терзал церковь, собрание верных, входя в дома и схватывая мужчин и женщин, отсылал их в темницы. Не удовлетворяясь гонениям верных в Иерусалиме и продолжая дышать угрозами и убийством на учеников Господа, он отправился и в Дамаск с письмами первосвященника к синагогам, чтобы и там, кого найдет из верующих во Христа, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Это происходило в царствовании Тиверия. Когда Саввл приближался уже к Дамаску, вдруг осиял его свет с неба так внезапно, сильно и ослепительно, что он упал на землю, и в то же мгновение услышал голос, говоривший ему, «Саввл! Саввл! Что ты гонишь меня?» Он же, полный изумления, спросил, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Саввл в трепете и ужасе спросил, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». В ужасе были и воины, шедшие с Саввлом, и пораженные необыкновенным светом, стояли в оцепенении. Голос, говорящий к Саввлу, они слышали, а никого не видели. По повелению Господа, Саввл встал с земли и с открытыми глазами своими ничего не видел, ослепли телесные его очи, но начали прозревать очи духовные. Проводники и помощники Саввла повели его за руку и привели в Дамаск. Там он пробыл три дня, ничего не видя и в чувстве раскаяния не ел и не пил, и только непрестанно молился, чтобы Господь открыл ему волю свою. В Дамаске же был святой апостол Анания, которому Господь, явясь в видении, повелел отыскать Савва, жившего в доме некоего мужа по имени Иуды, и просветить телесные его очи прикосновением, а душевные святым крещением. Апостол отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Святой Анания, отправясь по повелению Господню и отыскав Савла, возложил на него руки, и тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, вдруг он прозрел и, встав, принял крещение и исполнился Духа Святого, посвящающего его в апостольское служение и переименован был из Савла в Павла и немедленно начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись этой перемене в мыслях гонителя Церкви Христовой и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам?» Книга Деяний, глава 9, стих 21. Асавл более и более укреплялся в вере и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая им, что это есть Христос, то есть обетованный Мессия. Иудеи, наконец, воспылали на него гневом, согласились убить его и сторожили у ворот городских день и ночь, чтобы он не убежал от них. Ученики же Христовы, бывшие в Дамаске с Ананием, узнав о совещании иудеев, решивших убить Павла, взяли его и ночью в корзине спустили из окна дома, примыкавшего к городской стене. Он же, выйдя из Дамаска, не тот час отправился в Иерусалим, но прежде пошел в Аравию, как сам о том пишет в послании к Галатам. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром». Послание к Галатам, глава 1, стихи 16 по 18. «Придя же в Иерусалим, Павел святой старался присоединиться к ученикам Господа, но те опасались этого, не веря, что и он уже ученик Господень». Святой же апостол Варнава, увидев его и убедившись в обращении его ко Христу, обрадовался и, взяв его за руку, привел к апостолам. И Павел рассказал им, как он на пути видел Господа и что сказал ему Господь и как он, Павел, в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И святые апостолы исполнились радости и прославили Господа Христа. Павел же святой и в Иерусалиме о имени Господа Иисуса состязался с иудеями и эллинистами и доказывал им, что Иисус есть предсказанный пророками Христос. Однажды, стоя в церкви и молясь, Павел неожиданно и непроизвольно пришел в иступление и увидел Господа. Господь сказал ему, «Поспеши и выйди скорей из Иерусалима, потому что здесь не примут Твоего свидетельства о мне». Павел же сказал, «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерег одежды побивавших его». Книга Деяний, глава 22, стихи с 19 по 20. «И сказал ему Господь, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». После этого видения Павел святой, хотя и желал еще несколько дней пробыть в Иерусалиме, утешаясь свиданием и беседуя с апостолами, но не мог. Иудеи, с коими он спорил о Христе, разъярились и хотели убить его. Узнав об этом, иерусалимские христиане проводили его в Кесарию и оттуда морем отправили в Тарс, на его родину, где он и пробыл некоторое время, проповедуя соотечественникам Слово Божие. Сюда же потом, по внушению Святого Духа, пришел Варнава и взял Павла с собою в Антиохию Сирийскую, зная о назначении его быть апостолом язычников. Проповедуя здесь целый год в синагогах, они многих обратили ко Христу и назвали их христианами. По прошествии же года оба святые апостолы Варнава и Павел возвратились в Иерусалим и рассказали святым апостолам то, что произвела благодать Божья в Антиохии и весьма обрадовали Христову Церковь в Иерусалиме. При этом они принесли обильную милостыню от доброхотных жертвователей в Антиохии в пользу живших в Иудее братья нищих и убогих, так как в то время в царствовании Клавдия был великий голод, предсказанный по особенному откровению Святого Духа святым Агавам одним из семидесяти апостолов. Выйдя из Иерусалима, Варнава и Павел опять пришли в Антиохию. Когда они пробыли здесь какое-то время в посте и молитвах, в служении божественной литургии и в проповедовании Слова Божия, благоугодно было Святому Духу послать их к язычникам на проповедь. Дух Святой сказал старейшинам в Антиохийском собрании «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их» Книга Деяний глава 13 стих 2 Тогда Пресвитер, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустил их. По внушению Святого Духа Варнава и Павел пришли в Селевкию и оттуда отплыли на остров Кипр, на родину апостола Варнавы. Здесь, быв Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских и прошли весь остров даже до Пава, где нашли они некоего Елима Волхва, лжепророка иудеянина, именем Варии Иисуса, который находился при тамошнем проконсуле Сергии Павле, мужа разумном, и, как видно, имел влияние на него. Проконсул, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать от них Слово Божие и внимал их проповеди. А Елима Волхв, противляясь им, старался отвратить проконсула от веры. Святой же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив взор на Волхва, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, и вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Книга Деяний, глава 13, стихи 10 и 11. Тогда проконсул, увидев происшедшее, вполне уверовал, девясь учению Господню. Уверовало с ним и много народа, и увеличивалось собрание верных. Отплыв из Пафа, Павел и бывший при нем прибыли в Пергию, что в Помфилии, из Пергии в Антиохию Писидийскую. Здесь они проповедовали о Христе, и когда уже многих привели к вере, то завистливые иудеи подстрекнули начальных в городе людей, приверженных к язычеству, и с помощью их изгнали апостолов святых из города и окрестностей его. Апостолы, отрязшие здесь прах от ног своих, пошли в Иконию и, пребывая там довольно времени, смело проповедовали и привели к вере великое множество иудеев и язычников не только проповедью, но и знамениями и чудесами, которые совершались руками их. Там они обратили и святую деву Феклу и уневестили ее Христу. А неверующие иудеи возбуждали язычников и начальников их воспротивиться апостолам и побить их камнями. Узнав об этом, апостолы удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию и в окрестности их. Благовестуя в Листре, они исцелили некоего человека, который был хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Именем Христовым они воздвигли его на ноги и он тот час встал и стал ходить. Народ, увидев это чудо, возвысил свой голос, говоря по-ликаонийски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Книга Деяний, глава 14, стих 11. «И называли Варнаву Зевсом, а Павлу Ермием, и приведя валов и принеся венки, хотели принести апостолам жертвы. Но Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, подойдя к народу, громко говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки». Книга Деяний, глава 14, стих 15. И предложили к ним слово о едином Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, и посылает с неба дожди и времена плодоносные и исполняет пищей и весельем сердца людей. И, говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы. В то время, как они пребывали в Листре и учили, пришли некоторые иудеи из Антиохии и Иконии и убеждали народ отстать от апостолов, дерзко говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут, и еще на худшее возбудили легковерных, ибо Павла святого, как главного проповедника, побили камнями и вытащили за город, считая его уже умершим. Он же при помощи верующих поднявшись, вошел опять в город, а на другой день удалился с Варнавою в Деврию. Проповедав Евангелие в этом городе и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников и умоляя их пребывать в вере. Рукоположив им пресвитеров к каждой церкви, они помолились, соблюдая пост и предали их Господу, в коего уверовали. Потом, пройдя Песидию, пришли в Памфилию и проповедовав слово Господня в Пергии, сошли в Аталию, а из нее отплыли в Антиохию Сирийскую, откуда первоначально были посланы Духом Святым проповедовать язычникам слово Господня. И прибыв в Антиохию, собрали верных и рассказали всем, что сотворил Бог с ними и сколько народа языческого приведено ко Христу. Спустя некоторое время между веровавшими иудеями и эллинистами в Антиохии возник спор относительно обрезания. Одни говорили, что невозможно спастись без обрезания, а другие считали обрезание тяжелым для себя делом. Поэтому оказалось нужным апостолу Павлу Сварнавою идти в Иерусалим к старейшим апостолам и пресвитерам, спросить у них мнение касательно обрезания и при этом известить их, что Бог отверз дверь веры язычникам. Этой последней вестью они весьма обрадовали всю братью Иерусалимскую. В Иерусалиме на соборном совещании святые апостолы и пресвитеры совершенно устранили ветхозаветное обрезание как ненужное при новой благодати и заповедали только воздерживаться от идоложертвенной пищи, от блудных дел и чтобы ничем не обижали ближнего и с этим решением отпустили из Иерусалима в Антиохию Павла и Варнаву, а с ними Иуду и Силу. Придя в Антиохию, апостолы пробыли там довольно времени и опять отправились к язычникам, разлучаясь друг от друга. Иуда возвратился в Иерусалим, Варнава, взяв с собой Марка, сродника своего, направился в Кипр, а Павел, избрав силу, пошел в Сирию и Киликию и, проходя тамошние города, утверждал верных. Придя в Деврию и Листру, он обрезал в Листре Тимофея, ученика своего, чтобы только утолить ропот иудействующих христиан и взял его с собою. Тимофей был сыном иудеянки, принявшей христианство и язычника, и сам искренний христианин, одобряемый братьями. С его согласия Павел обрезал его ради иудеев, так как они ни за что бы не решились слушать Слово Божие от Необрезанного, которого отец притом был язычником. Оттуда Павел отправился в Афригию и Галатийскую страну, потом пришел в Мессию и думал было идти в Вифинию, но это не угодно было Духу Святому. Ибо когда Павел находился со своими спутниками в Труаде, было ему ночью следующее видение. Какой-то муж по виду македонянин стал пред ним и умолял его, говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». Книга Деяний, глава 16, стих 9. Из этого видения Павел понял, что Господь зовет его на проповедь в Македонию. И, отплыв из Труады, прибыл на остров Самофраки, на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы, ближайший город Македонии, бывшей колонии римлян. В Филиппах он прежде всего научил Христовой вере и крестил женщину Лидию, торговавшую багреницею. Она упросила его поселиться с учениками своими в ее доме. Однажды, когда Павел шел с учениками в собрание на молитву, встретила его какая-то служанка, одержимая нечистым духом прорицательным, которая прорицаниями доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и его спутниками, она кричала говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Книга Деяний, глава 16, стих 17. Это она повторяла много дней. Павел, вознегодовав на это исповедование нечистого духа, не желая иметь опору своей проповеди со стороны врага Бога и человеков, как и сам Господь не принимал исповедование демонов, обратился к ней и, запретив духу именем Иисуса Христа, изгнал его из нее. Тогда господа ее, видя, что потеряна надежда дохода их, схватили Павла и силу и повели их к начальникам города, говоря, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Книга Деяний, глава 16, стихи 20-21. Воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли их в темницу. Здесь, около полуночи, когда Павел и Сила молились, потряслась темница, отворились все ее двери и узы ослабели. Увидев это, сторож темницы уверовал во Христа, привел апостолов в дом свой, там омыл раны их, немедленно крестился сам со всем домом своим и предложил им трапезу. И апостолы опять возвратились в темницу. На другой день начальники города одумались, что они жестоко наказали невинных людей и послали служителей в темницу с приказанием отпустить апостолов на свободу, пусть идут куда хотят. Но Павел сказал к ним, «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Книга Деяний, глава 16, стих 37. И посланные, возвратясь, пересказали слова Павла воеводам. Воеводы испугались, что узники, коих они избили, оказались римскими гражданами и, придя к ним, упросили их выйти из темницы и из города. Они же, выйдя из темницы, пришли сначала в дом Лидии, у которой прежде жили, и обрадовали собравшихся там верных. Растившись с ними, отправились в Амфиполь и Аполлонию и оттуда в Салунь. В Салуне, когда они уже многих приобрели благовестием, завистливые иудеи, собрав несколько негодных людей, устремились к дому Иосона, где пребывали апостолы Христовы. И не найдя там апостолов, схватили Иосона и некоторых братьев и повлекли их к начальникам города, клевеща на них, как на противников Кесаря, которые признают царем другого, именно Иисуса. И едва освободился Иосон от этой напасти. А святые апостолы, успев скрыться от этих враждебных людей, ночью вышли из Салуни и пришли в Берию. Но и там злобная зависть иудейская не дала покоя святому Павлу. Когда солунские иудеи узнали, что и в Берии проповедано Павлом Слово Божье, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ и подстрекая его против Павла. Вынужден был апостол святой и оттуда уйти не из личной боязни смерти, но по настоянию братьи, да сохранить жизнь свою ради спасения многих, и братья отпустили его к морю. Спутников же своих, Силу и Тимофея, апостол оставил Берии, чтобы утвердили вере новообращенных, так как он знал, что иудеи только его одного ищут. Сам же он сел в корабль и отплыл в Афины. В Афинах Павел возмутился духом при виде идолов, наполнявших город, и скорбел о погибели стольких душ. Он стал толковать в синагогах с иудеями и ежедневно на площадях с греками и философами их. Слушатели привели его в Ариапак, так называлось место, где при идольском храме производили общественный суд. Привели же его туда отчасти для того, чтобы выслушать от него в бывшем собрании что-то новое, а отчасти и для того, как думает златоуст святой, чтобы предать его суду, мукам и смерти, если услышат от него что-нибудь достойное казни. Павел же святой, еще прежде увидев в городе какой-то жертвенник, на котором было написано неведомому богу, начал свою речь по этому поводу и стал проповедовать им истинного бога, доселе неведомого им, говоря, «Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам» книга деяний глава 17 стих 23 и начал сказывать им о боге создателе всего мира и о покаянии и о суде и о воскресении мертвых услышав о воскресении мертвых одни из слушателей насмехались а другие еще более об этом хотели услышать и вышел Павел из собрания их не осужденный как невиновный ни в чем а слово Божие проповеданное им было не без пользы для приобретения душ ибо некоторые мужи пристав к нему уверовали во Христа между ними был Дионисий Ариапагит и некая знатная женщина по имени Домарь и другие многие и крестились оставив Афины Павел пришел в Каринф и жил там у некого иудеянина по имени Акилы сюда пришли к нему и Сила с Тимофеем из Македонии и вместе проповедовали о Христе был же Акила со своей женой Прискилою ремеслом шатерник Павлу было знакомо это ремесло и он работал вместе с ними и трудом своим приобретал пищу себе и спутникам как сам об этом говорит в послании к фессалоникийцам ни у кого не ели хлеба даром но занимались трудом и работаю ночь и день чтобы не обременить кого из вас второе послание к фессалоникийцам глава 3 стих 8 и опять нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии книга Деяний глава 20 стих 34 а во всякую субботу убеждал в синагогах иудеев доказывая что Иисус есть Христос но так как они упорно противились и злословили то он отряжший одежды свои сказал им кровь ваша на главах ваших я чист отныне иду к язычникам книга Деяний глава 18 стих 6 и когда он решился уйти из Коринфа явился ему Господь в видении ночью и сказал не бойся но говори и не умолкай ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла потому что у меня много людей в этом городе книга Деяний глава 18 стих 9 10 и оставался Павел в Коринфе год и шесть месяцев получаю слово Божие иудеев и греков и многие уверовали и крестились и сам начальник синагоги Крисп уверовал в Господа со всем домом своим и крестился а некоторые из неуверовавших иудеев напали целой толпою на Павла и привели его предсудилище к проконсулу Галеону но он отказался судить Павла говоря если бы от него была какая-нибудь обида или злой умысел то я имел бы основание выслушать вас и судил бы его а в споре вашем об учении и о законе вашем не хочу быть судьей и прогнал их от судилища после этого Павел святой пробыв там еще довольно дней простился с братьями и отплыл в Сирию с бывшими при нем за ним последовали и Акила с Прискилою и на пути все остановились в Эфесе там проповедуя слово Господне много чудес сотворил святой апостол Павел и не только руки его являлись чудотворными исцеляя одним прикосновением всякий недуг но и платки его и головные повязки напитанные потом тела его имели ту же чудотворную силу ибо будучи полагаемы на больных тотчас исцеляли их и изгоняли нечистых духов от людей видя это некоторые из скитающихся иудейских заклинателей дерзали призывать имя Господа Иисуса над имеющими злых духов говоря заклинаем вас Иисусом которого Павел проповедует но злой дух отвечал им Иисуса знаю и Павел мне известен а вы кто и бросался на них человек в котором был злой дух и одолев их получал над ними такую силу что бил их и ранил так что они едва нагие могли убежать от руки бесноватого это сделалось известным всем эфесским иудеям и эллинам и страх напал на всех их и славимо было имя Господа Иисуса и уверовали в него многие и даже из тех которые занимались чародейством очень многие по принятии святой веры собрали свои волшебные книги и сосчитав цены их нашли что они стоили 20 тысяч драхм и всенародно сожгли все книги так сильно возрастало и возмогало слово Господне Павел же готовился идти в Иерусалим и говорил побывав там я должен видеть и Рим книга деяний глава 19 стих 21 но в это время произошел немалый мятеж в эфесе от сребреников делавших модели храма Артемиды по украшении мятежа Павел святой пробыв в эфесе три года отправился в Македонию оттуда пришел в Труаду где пробыл семь дней в первый день недели когда верные собрались для преломления хлеба Павел повел к ним долгую беседу так как намеревался уйти от них в следующий день и продолжал ее до полуночи в горнице освещенной множеством светильников среди слушателей один юноша именем Евтих сидя на окне погрузился в глубокий сон и пошатнувшись сонный упал вниз с третьего жилья и его подняли без чувств святой Павел сойдя пал на него и обняв его сказал не тревожьтесь ибо душа его в нем книга деяний глава 20 стих 10 и снова Павел взошел в горницу привели юношу живого и немало утешились Павел беседовал еще довольно даже до рассвета и простившись с верующими ушел оттуда придя в Мелит Павел послал в Эфес призвать к нему пресвитеров церковных ибо сам не хотел зайти туда чтобы не замедлить ему в пути так как он спешил чтобы в день пятидесятницы быть в Иерусалиме и когда пресвитеры ефесские собрались к апостолу он произнес к ним поучительное слово и между прочим сказал и так вынимайте себе и всему стаду в котором дух святой поставил вас блюстителями пасти церковь господа и бога которую он приобрел себе кровью своею книга деяний глава 20 стих 28 и предсказал и предсказал что по отшествии его войдут к ним лютые волки нещадящие стадо сказал им и о предстоящем путешествии и вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим не зная что там встретиться со мною только дух святой по всем городам свидетельствует говоря что узы и скорби ждут меня но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение которое я принял от Господа Иисуса книга деяний глава 20 стихи с 22 по 24 потом он произнес и ныне вот я знаю что уже не увидите лица моего все вы тогда немалый плач был у них падая на выю Павла они целовали его особенно скорбя от сказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля он же дав всем последнее целование пустился в путь и пройдя многие города и страны как у берегов моря так и на островах и везде посетив и утвердив верных пристал к Птолемаиде оттуда пришел в Кесарию Стратонову и поселился в доме святого апостола Филиппа одного из семи диаконов сюда к святому Павлу пришел однажды пророк именем Агав и взяв пояс Павла связал свои руки и ноги и сказал «Так говорит дух святой мужа чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников» книга Деяний глава 21 стих 11 Когда братья услышали это то стали со слезами просить Павла чтобы он не ходил в Иерусалим но Павел в ответ сказал им «Что вы делаете что плачете и сокрушаете сердце мое я не только хочу быть узником но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса книга Деяний глава 21 стих 13 И замолчали братья сказавший «Да будет воля Господня» После этого святой апостол Павел пошел в Иерусалим с учениками своими и радушно был принят святым Иаковом апостолом братом Господнем и всем собранием верных В это время пришли из Асии в Иерусалим на праздник Пятидесятницы Иудеи которые постоянно были врагами Павла и везде возбуждали против него мятеж Увидев Павла в городе и с ним Трофима Ефесянина язычника обратившегося ко Христу они пожаловались на Павла первосвященником иудейским и книжником и старцем что он разоряет закон Моисеев не велит обрезываться везде проповедуют распятого Иисуса и друг друга подстрекали против Павла чтобы схватить его А когда они увидели святого Павла в праздник в храме Соломоновом то вдруг придумали клевету на него возмутили весь народ и бросились возложить на него руки крича Мужи израильские помогите Это тот человек который повсюду учит против народа закона и места этого Наконец и язычников ввел во храм и осквернил святое место это Они думали что Павел и Трофима ввел во храм При этих криках весь город пришел в движение и сделало стенание народа Мятежники схватив Павла повлекли его вон из храма и поспешно затворили дверь Они хотели убить Павла но не в храме чтобы не осквернить святого места В это время до тысяченачальника полка дошла весть что весь Иерусалим возмутился Он немедленно собрав воинов и сотников поспешил ко храму Мятежники увидев тысяченачальника и воинов перестали бить Павла Тогда тысяченачальник взял его и велел сковать двумя железными цепями Потом стал допрашивать кто он и что сделал Народ же кричал к тысяченачальнику чтобы он предал смерти Павла Но вследствие шума и разнообразного говора в народе начальник нисколько не мог дознаться в чем именно виноват Павел и повелел отвезти его в крепость Множество же народа последовало за начальником и воинами крича да будет убит Павел Когда дошли до высшего крыльца ведущего в крепость Павел просил тысяченачальника чтобы он позволил ему сказать несколько слов к народу Тот позволил И Павел остановясь на ступенях обратился к народу и громко заговорил по-еврейски говоря Мужи братья и отцы Выслушайте теперь мое оправдание перед вами Книга Деяний глава 22 стих 1 и начал рассказывать им о своей прежней ревности по закону Моисея и как на пути в Дамаск он был осиян небесным светом и как видел Господа посылавшего его к язычникам но народ не желая более его слушать стал кричать обращаясь к тысяченачальнику истреби от земли такого ибо ему не должно жить крича таким образом они метали одежды и бросали пыль на воздух увлекаясь яростью и настаивали убить Павла тысяченачальник приказал ввести его в крепость и распорядился было бичевать его чтобы выпытать от него за какую вину так озлобился на него народ но когда привязали Павла к столбу ремнями он сказал стоявшему при нем сотнику разве вам дозволено бичевать римского гражданина да и без суда книга Деяний глава 22 стих 25 услышав это сотник пошел и донес тысяченачальнику говоря смотри что ты хочешь делать этот человек римский гражданин тогда тысяченачальник подошел к Павлу и спросил скажи мне ты римский гражданин он сказал да тысяченачальник смущенно проговорил я я за большие деньги приобрел это гражданство и тот час освободил его от оков на другой день тысяченачальник повелел прийти первосвященникам и всему Синедриону и поставил пред ними Павла Святого Павел устремив взор на Синедрион сказал мужи братья я всею добрую совестью жил пред Богом до этого дня книга Деяний глава 23 стих 1 первосвященник же Анания при этих словах приказал стоявшим пред ним бить Павла по устам тогда Павел сказал ему бог будет бить тебя стена подбеленная ты сидишь чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня книга Деяний глава 23 стих 3 заметив же что в собрании одна часть саддукеев а другая фарисеев Павел возгласил говоря мужи братья я фарисей сын фарисея за чаяние воскресения мертвых меня судят книга Деяний глава 23 стих 6 когда он сказал это произошла расприя между фарисеями и саддукеями и собрание разделилось ибо саддукеи говорят что нет воскресения ни ангела ни духа а фарисеи признают и то и другое поднялся большой крик фарисеи говорили ничего худого мы не находим всем человеке саддукеи же утверждали противное и великая расприя продолжалась тысяченачальник опасаясь чтобы собрание не растерзало Павла приказал воинам взять его из среды их и отвезти в крепость следующую ночь святому Павлу явился Господь и сказал дерзай Павел ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме книга деяний глава 23 стих 11 с наступлением дня некоторые из ожесточенных иудеев собрались на совещание и поклялись не есть и не пить до тех пор пока не убьют Павла и оказалось более сорока душ произнесших такое заклятие узнав об этом тысяченачальник отослал Павла с большим отрядом вооруженных воинов в Окисарию к правителю Филиппу проведав об этом первосвященник Анания со старейшими членами Синедриона отправились и сами в Кесарию и клеветали правителю на Павла хулили его пред правителем и усильно домогались смерти его но ни в чем не успели ибо не найдено было в нем никакой вины достойной смерти однако же правитель желая доставить удовольствие иудеям оставил Павла в узах прошло два года на место Филиппа правителем поступил порций фест архиереи просили его чтобы он отослал Павла в Иерусалим а это затеяли они со злым умыслом на дороге они надеялись убить апостола Христова и когда фест спросил Павла хочет ли он идти в Иерусалим на суд Павел отвечал Я стою перед судом Кесаревым где мне и следует быть судимым Иудеев я ничем не обидел как и ты хорошо знаешь ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти то не отрекаюсь умереть а если ничего того нет в чем сии обвиняют меня то никто не может выдать меня им требую суда Кесарева книга Деяний глава 25 стихи 10 и 11 тогда фест поговорив с советниками отвечал Павлу ты потребовал суда Кесарева к Кесарю и отправишься спустя несколько дней в Кесарию пришел царь Агриппа поздравлять феста и узнав о Павле пожелал его видеть и когда Павел представ царю Агриппе и правителю фесту подробно рассказал им о Христе Господе и о том как он уверовал в него царь Агриппа сказал ему ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином Павел же отвечал молил бы я Бога чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушавшие меня сегодня сделались такими как я кроме этих уз книга Деяний глава 26 стих 29 после этих слов царь правитель и бывшие с ними встали отойдя в сторону совещались между собою и решили этот человек не сделал ничего достойного смерти или уз агриппа 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 сказал фесту можно было бы освободить его если бы он не потребовал суда у кесаря таким образом решили отправить Павла в Рим к кесарю и отдали его и некоторых других узников сотнику царского полка именем Юлию и он приняв узников и Павла посадил их на корабль и все пустились в плавание плавание их было весьма небезопасно вследствие противных ветров когда же они подплыли к острову Криту и вошли в место называемое Хорошие Пристани Павел святой провидя будущее советовал перезимовать там с кораблем но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля нежели словам Павла когда они отплыли на середину моря поднялся против них ветер бурный сделалось великое волнение и пал такой туман что целых четырнадцать дней они не видели ни солнца днем ни звезд ночью и даже не знали в каком они месте потому что их носило волнами и они в отчаянии не ели во все эти дни и уже ожидали смерти на корабле же было двести семьдесят шесть человек Павел став посреди их утешал их говоря мужи надлежало послушаться меня и не отходить открыто чем и избежали бы сих затруднений и вреда теперь же убеждаю вас ободриться потому что ни одна душа из вас не погибнет а только корабль ибо ангел Бога которому принадлежу я и которому служу явился мне в эту ночь и сказал не бойся Павел тебе должно предстать предкесаря и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою посему ободритесь мужи ибо я верю Богу что будет так как мне сказано книга из вас не пропадет волос с головы книга деяний глава 27 стих 36 сказав это и взяв хлеб он возблагодарил Бога пред всеми и разломив начал есть тогда все ободрились и также приняли пищу когда же настал день увидели землю но не узнавали что это за сторона и направили корабль к берегу приближаясь к нему корабль попал на косу и сел на мель нос увяз и остался недвижим а корма разбивалась силу и волн воины совещались между собою перебить всех узников чтобы кто-нибудь выплыв не убежал но сотник желая спасти Павла удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на берег а на них смотря и другие стали плавать одни на досках другие на чем пришлось из корабельных вещей и все вышли на землю здоровыми и спаслись из моря тогда узнали что остров этот назывался Мелит жители его иноплеменники оказали им немало человеколюбия ибо по причине бывшего дождя и холода они разложили огонь чтобы обогрелись промокшие на море между тем Павел набрал множество хвороста и клал на огонь в это время ехидна выйдя от жара повисла на руке его когда иноплеменники увидели висящую на руке его змею они говорили друг другу верно этот человек убийца когда его спасшегося от моря суд божий не оставляет жить но Павел стряхнув змею в огонь не потерпел никакого вреда они было ожидали что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым но ожидая долго и видя что с ним не случилось никакой беды переменили мысли и говорили что он бог начальник того острова именем публий принял спасенных от моря в дом свой и три дня дружелюбно угощал их отец его в это время лежал страдая горячкою и болью в животе Павел вошел к нему помолился ко господу и возложив руки свои на больного исцелил его после этого события и прочие на острове больные приходили к святому апостолу и были исцеляемы через три месяца все спасшиеся от моря с апостолом отплыли отсюда уже на другом корабле и приплыли в сиракузы оттуда в ригию потом в путиолы и наконец достигли рима и когда братья бывшие в риме узнали о приходе павла то вышли навстречу ему даже до опиевой площади и павел Павел утешился духом и возблагодарил Бога. В Риме же сотник, сопровождавший узников из Иерусалима, передал их военачальнику, а Павлу позволил жить особо с воином, стерегущим его. И жил Павел в Риме целых два года, и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие, и уча о Господе нашем Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. До сих пор о житии и трудах Павловых из книги «Деяний апостольских», написанной святым Лукой. О прочих же трудах и страданиях его сам он рассказывает во втором послании к Коринфянам следующим образом. В сравнении с другими он был более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 23 по 26. Измеривший роту и долготу земли хождением, а моря плаванием, апостол Павел изведал и высоту небесную, будучи восхищен до третьего неба. Ибо Господь, утешая своего апостола в многоболезненных трудах, подъемлемых ради его святого имени, показал ему небесное блаженство, которого око никогда не видело. И слышал он там неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать. Как же совершил апостол святой прочие подвиги своего жития и деятельности, повествует Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской, историк церковных событий. После двух лет узничества в Риме, святой Павел был отпущен на свободу, как ни в чем не повинный, и проповедовал Слово Божие то в Риме, то в других западных странах. А святой Симеон Метафраст пишет, что после римских уз еще несколько лет трудился апостол в благовестии Христовом. Выйдя из Рима, он прошел Испанию, Галию и всю Италию, просвещая язычников светом веры и от прелести идольской обращая ко Христу. Когда он был в Испании, одна благородная и богатая женщина, услышав о проповеди апостольской о Христе, пожелала видеть самого апостола Павла и уговорила своего мужа Проба да умолит апостола святого прийти в дом их, чтобы они могли радушно угостить его. И когда Павел святой вошел в дом их, она взглянула на лицо его и увидела на челе написанные золотые слова «Павел, Христов, апостол». И увидев это, чего никто другой не мог видеть, она пала к ногам апостола с радостью и страхом, исповедуя Христа истинным Богом и прося святого крещения. И первая она приняла крещение, имя ей Ксантипа, потом и муж ее Проб, и весь дом их, и начальник города Филофей и многие другие там крестились. Пройдя все эти страны на западе, озарив их светом святой веры и провидев приближающуюся страдальческую свою кончину, святой апостол опять возвратился в Рим, откуда писал к ученику своему Тимофею святому, говоря «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Второе послание к Тимофею, глава 9, стихи 6 по 8. О времени страдания святого апостола Павла не одинаковы известия у церковных историографов. Никифор Калист во второй книге своей истории в 36 главе пишет, что святой Павел пострадал в один год и в один день со святым апостолом Петром за волхва Симона, которого одолеть он помогал Петру. Другие же сказывают, что спустя целый год по смерти Петра пострадал Павел 29 июня, в который год пред этим был распят святой Петр. Причиной смерти Павла приводит то, что он проповедью Христовой увещал девиц и женщин к целомудренной чистой жизни. Впрочем, в этих известиях нет большого разногласия, ибо в житии Петра святого по Симеону Метафрасту говорится, что Петр святой пострадал не тот час после погибели Симона волхва, а по прошествии нескольких лет из-за двух любимых нейрононаложниц, которых апостол Петр обратил ко Христу и научил жить целомудренно. А так как и Павел святой жил в Риме и окрестных странах в то же время, когда и Петр, что легко могло быть и то, и другое, то есть, что Павел святой помогал Петру святому и на Симона волхва во время первого своего пребывания в Риме, и придя в Рим во второй раз, опять с Петром святым единодушно служил спасению людей, наставляя мужчин и женщин целомудренной чистой жизни. И таким образом святые апостолы возбудили ярость нечестивого и развратной жизнью жившего царя Нерона, который, осудив их обоих на смерть, казнил Петра как иностранца распятием, а Павла, как римского гражданина, которого нельзя было предать бесчестной смерти, усечением главы, если не в один и тот же год, то в один и тот же день. Когда усечена была честная глава Павлова, от раны истекла кровь с молоком. Верные же, взяв святое тело его, положили в одном месте со святым Петром. Так скончался избранный сосуд Христов, учитель народов, всемирный проповедник, самовидец небесных высот и райских доброт, предмет удивления ангелов и человеков, великий подвижник и страдалец, претерпевший и на своем теле язвы Господа своего, святой верховный апостол Павел. И вторично, уже кроме тела, вознесен до третьего неба и предстал троечному свету, вместе с другом и сотрудником своим, святым верховным апостолом Петром. Перейдя из церкви воинствующей в церковь торжествующую, при радостном благодарении, гласе и восклицании празднующих, и ныне они славят Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас, грешных, воссылается честь, слава, поклонение и благодарение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok